В период аномальной жары многие орловчане отдых у воды считают единственным спасением, совершенно игнорируя риски, которые с этим связаны. А больше всех, говорят спасатели, рискуют те, кто цивилизованным пляжем предпочитает вот такие тихие укромные уголки у реки. Несмотря на умиротворяющий пейзаж, безопасность купальщику здесь не гарантирует никто. Вход в воду отдыхающего не порадует, как и состояние дна. А уж при ЧП на своевременную помощь спасателей и надеяться не стоит. Именно такие места в ходе своих рейдов и стараются посетить инспекторы ГИМС. По Орлу таких несанкционированных мест достаточно популярных. У нас известно, это парк Разгадский, пруд Силикатный, бывший пляж на реке Орлик у парка Победы. Ну и еще несколько мест выше по реке Ока, ближе к поселку Кань. Почему не стоит купаться в диких местах? Спасатели приводят целый ряд причин. Не проводилось обследование дна перед купальным сезоном. А что туда принес? Ледоход весной? Или что туда кто-то бросил, проходя там мимо? Либо кто-то специально может туда что-нибудь бросить? На дне можно обнаружить все, что угодно. Получить любую травму, вплоть до летального исхода в таких местах, которые не подготовлены для купания. Этот засыпанный песком бережок полноценным пляжем не является. Загорать здесь можно, а купаться нет. Все отдыхающие спешат откреститься, дескать, в воду не заходили. Мы тут не купались, слава богу. Поймемся, что не положили. Мы не купались, это дождь. Да, это дождь. Этой даме отговорки не помогут. Поймана с поличным. Правда, женщина убеждена, место для купания вполне подходящее. А вот так здесь. Да, конечно. И бутылки битые, и еще что-нибудь. Вы же не знаете? Впрочем, и на муниципальных пляжах, по словам инспекторов ГИМС, многие стремятся за рамки дозволенного. Данный плавец, который сейчас за буйками, он нарушил правила поведения на пляже. Заплыл за буйки и не обращает внимания на то, что вокруг него происходит. Плывет таким способом плавания, когда его зрительные и слуховые функции ограничены. То есть он слабо видит и слабо слышит. Здесь действует и прогулочное судно, и наши суда ходят. Он сейчас этого не воспринимает. В эти выходные уже зарегистрировано одно трагическое происшествие на озере Светлая жизнь. Погибла девочка 12 лет. Сотрудники МЧС настоятельно просят орловчан отнестись к водному отдыху серьезно и не пополнять печальные списки. Иван Суверен, представитель пресс-центра МЧС, телеканал Первый областной.